Минфин Чувашия предлагает внести изменения в закон о вопросах налогового регулирования, отнесенных к ведению субъектов Российской Федерации. Цель – привести республиканское законодательство в соответствии с федеральным и оптимизировать налоговые льготы. Проектом закона расширяет перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения. Речь идет о таких видах предпринимательства, как услуги общественного питания в заведениях без зала обслуживания посетителей, производство кожи и изделий из кожи, сбор и заготовка пищевых, лесных ресурсов и лекарственных растений, переводческие услуги, уход за больными и престарелыми. Всего список дополнен 16 позициями. Правительство также одобрило законопроект об установлении единой даты начала применения на территории Чувашской Республики порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. Сегодня у нас налогообложение происходит в имуществе физических лиц от оценки БТИ, но так как у нас с 1 января 2013 года отсутствует полномоченный орган, который производит оценку имущества, то те объекты, которые граждане, физические лица у нас приобретали с 1 марта 2013 года, стали выпадать от налогообложения, потому что у этого объекта стала отсутствовать соответствующая стоимость для налогообложения. И по нашим данным, на сегодняшний день 22 тысячи объектов фактически не облагаются, потому что отсутствует налогооблагаемая база. Введение данного закона, если это решение будет принято, то начнет действовать только с 1 января 2016 года, то есть налогообложение объектов от кадастровой стоимости будет происходить реально в 2017 году, по итогам за 2016 год. Согласно Налоговому кодексу России, первые 4 года с момента введения нового порядка исчисления налога являются переходными. Для них установлен особый порядок исчисления суммы налога с применением понижающих коэффициентов. Кроме того, при определении налоговой базы по налогу на имущество физических лиц предусмотрены налоговые вычеты. К примеру, я могу назвать, на квартиру у нас предусмотрен налоговый вычет в размере 20 квадратов, у нас не будет облагаться, по жилым домам 50 квадратов, по комнатам 10 квадратов. То есть здесь даже можно подчеркнуть такую мысль, что, соответственно, дома, которые общей площадью менее 50 квадратов, они вообще не будут облагаться в налоговом случае, если будет принято такое решение.